Капитального ремонта в этой больнице не припомнят даже старожилы. Медицинское оборудование и для врачей с полувековым стажем, как музейные экспонаты. Но проводят по этим палатам и кабинетам вовсе не экскурсии. В станице Камышеватской здесь лечат людей. Разруху постарались замазать к приезду руководителя региона. В попыхах закрасили даже лампочку в светильнике. А вот привести в порядок стены и потолок не успели. Вы знаете, что было кошмар. Вот такие щели идешь, вот мне по голове сколько раз чуть не падало. Однажды лежала там в какой-то палате, и у меня вот прям над моей головой... А вырушилась? Да, вот эти, вы знаете, вот видите, шикотурка. Но жалуются Кондратьеву пациенты не только на ремонт. Проблем у станичников накопилось. И возможность рассказать о них краевым властям жители не упустили. Тем более, что местные районные их то ли не слышат, то ли не хотят слышать. Тимофеев, я первая к нему была на беседу. А сейчас? Полчаса сидели в кабинете. Обещали много, а ничего. Газа нет. Уголь 10 тысяч тонн. Могу я на 7 тысяч купить его? Сынок, душа болит. Уже мне 80 лет через два месяца. И хоть бы зиму, как люди пожить. Просчитайте стоимость вопроса. Подготовьте необходимую документацию. Газ у вас будет. Дома. Пожалуй, единственное, что не вызывает вопросов в Камышеватской – новый водозабор. Современная система очистки воды. Раньше в станице пили вот такую мутную воду. А теперь, уверяют местные чиновники, она чистая. Большой водой в стране чистая вода. Вот это, до очистки, это то, с ней, да? Это пустяк. Видите? На то очистки. А вот это она, да? На берегу. На берегу. После объезда по станице глава Кубани отправляется в районный центр. Здесь ему показывают строительную площадку детского сада на 340 мест. У макета глава муниципалитета и прораб рассказывают. После возведения здания благоустроят двор, сделают подъездную дорогу. Но уже с самого начала становится понятно, что нарисованный детский сад Кондратьева мало интересует. Здесь размещение вот так и теневины висы по периметру. То есть макетные соответствия? Да, да. Главное, что мы смотрим, это же просто картонка. Теневины висы мы уже с той стороны сделали. Скорее, картонки мы не смотрим. Обычными картонками в Ейском районе стали чуть ли не с десяток разных проектов. Туристов и отдыхающих удивляет застывший в прошлом веке курорт, а сами жители уже несколько лет не видят никаких перемен. Ну, дороги тут плохие. Вообще, вот дождь прошел, вот вчера по колену. Дороги, ну, никакие. Нет никакого даже гипермаркета, чтобы мы пошли что-то и купили вот так вот массу. Очень долго не было лично у нас на втором участке врача-терапевта. Ну, как на мой взгляд, это очень мало специалистов. Очень мало, особенно узких вот этих. Маршрутки ездили. Сейчас маршрутки убрали. Автобусы набивают, как селедка. Набитые. Платишь одну цену, 13 рублей, но не можешь посидеть. А уже возраст. Ливневой канализации нет. Тонете? Ну, не тонем. Центр тонет. А наболевшим люди старались рассказать главе Кубани при любой возможности. Еще до начала встречи с активом Кондратьевы просто окружились с вопросами и просьбами. Разговор о проблемах района продолжился и на самом совещании. Ейский район – один из самых отстающих в регионе. При том, что только за последние пять лет в его развитие из краевой казны вложили около двух миллиардов рублей. Диалог с общественностью получился острым и откровенным. Куча сплетен, грязных, разных. Ну, под любыми сплетнями должна быть хоть какая-то почва. А ведь просто болтовня, грязь – это говорит о том, что нездоровая власть в первую очередь. И если такие интриги допускаются на уровне главы муниципального образования, значит, не все в порядке. Значит, нет единой команды, нет единого подхода. И нет единой идеологии. Я хочу реально услышать ваше мнение. Но не пролоббированное кем-то, а конкретное, внутреннее мнение. И свою вашу личную ответственность за состояние от судьбы города. Я думаю, что хотите, чтобы в этом городе жили ваши дети и внуки. В хорошем городе, в сильном городе. С экономикой, с развитием, с точками роста. Давайте мы оцениваем ситуацию с точки зрения экономики и пользы для всех жителей города. К сожалению, Вениамин Иванович, у нас нет стратегии развития. Нам необходимы новые точки развития. Помогите нам, пожалуйста, в этом. Разговор затянулся больше, чем на три часа. Местные власти не пытаются развивать инвестиционный климат. Экономика полностью зависит от краевого бюджета. Жилищно-коммунальное хозяйство в упадке. Глава района в конце дал свой ответ. Работали. Что-то не получилось, наверное. Где-то, возможно, было и непонимание. И кадры менялись не потому, что мне так, допустим, хотелось, но потому, что не справлялись со своими обязанностями. Поэтому, Вениамин Иванович, у меня убедительная просьба к вам отпустить меня. Я внимательно послушал каждого. Я не скрываю, что есть позиция каждого из вас и позиция зала. Есть позиция президиума. А теперь моя личная позиция. Я прошу Совета депутатов конкурс по отбору кандидата на должность главы района отменить. Дать участие всем, кто хочет принять участие, принять участие. А я, как глава региона, оставляю за собой право рекомендовать также кандидатуру для участия в конкурсе. Мы вместе выберем достойного главу района. И все вместе будем за него нести ответственность. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Игорь Хашобин, Кубань-24, Ейский район. Игорь Хашобин, Кубань-24, Ейский район.